Всем здравствуйте! Интернет-магазин Antelife.com.ua Снова представляю вам обзор очередной новинки очередного 4-х ядерного процессора MTK6589 Сегодня смартфон называется Freelander i30 Вот в такой вот коробке поставляется данная модель Давайте посмотрим заводской комплект В принципе в комплекте есть только один аккумулятор, есть зарядка Мы обязательно влаживаем переходничок и USB кабель для подключения к компьютеру Давайте посмотрим наш смартфон В целом смартфон получился очень интересным 5-дюймовый экран HD разрешение 1280х720 Операционная система Android 4.2 Вот такая вот сзади глянцевая, точнее матовая крышечка Есть у нас динамик на ней Есть камера, камера отличная на 13 мегапикселей Вспышка Сбоку кнопка включения и выключения Довольно тонкий он Сверху у нас идет под наушники USB кабель для зарядки Качелька громкости вот здесь Ну и снизу только микрофон, ничего больше нет В целом модель получилась очень сносной Такой очень яркий у нас экран, в данном смартфоне экран Такой же как у Freelander или Neumann N2 Или Freelander i20 Итак, давайте посмотрим наш смартфон через программку Antutu В Antutu данная модель набирает Порядка 13-14 тысяч баллов Стандартный показатель для этого процессора Поэтому удивляться не стоит Тут мы видим разрешение экрана 1280 на 720 Плотность точек 320 На борту данного смартфона идет 1 гигабайт оперативной памяти 8 гиг встроенной своей памяти 12,6 интерполированная камера 2 мегапикселя фронтальная 4,2 Android И сейчас карточка памяти у меня установлена на 16 гиг Давайте посмотрим Сколько точек поддерживает наш дисплей 5 А также рассмотрим все основные датчики, которые есть у нашего смартфона Значит, в смартфоне есть две камеры Как я уже говорил Есть отличный спутниковый GPS, который работает без интернета Полноценный акселерометр Есть у нашей модели также гироскоп Который отлично работает и будет применен в современных играх Датчик приближения, корректно работающий Датчик освещенности Есть также в нашей модели компас Компас в данной модели работает некорректно Возможно, нужно настраивать Возможно, нужна прошивочка Но не столь это важно Идем дальше То есть мы видим, что в смартфоне практически есть все современные датчики Которые могут стать помощь нашим покупателям Так, по поводу прошивки Прошивка у нас идет мультиязычная Есть полноценный русский язык 4,2 Android Вот такое вот стартап меню Очень удобное Стандартное для 4,2 Android Также поставляется вот он с лаунчером Go Можно менять, можно сбивать его Можно пользоваться таким Мне такой не особо нравится Сразу говорю В принципе, китайского софта в прошивке нет Как вы видите, я вот листаю Все основные настройки Все, что нужно Все на русском языке В этих настройках так же самое Ну, стандартно Вот информация о телефоне Модель i30 Так, идем дальше Переходим к нашему экрану Экран в данном смартфоне мне очень понравился Я сравнивал его с старых С 920 С UMI SS1 У которых экраны отличнейшие С UMI X1S Данная модель выделяется яркостью Выделяется сочностью картинки Если на UMI X1S я дерево видел Скажем так, слегка таким желтым То на данной модели Это дерево было представлено таким ярко-золотым Давайте посмотрим Такие интересные картинки На которых можно будет увидеть Яркость, сочность Углы обзора можно будет посмотреть Углы обзора шикарные Ничего нигде не преломляется Картинка видна отчетливо Мне экран очень нравится Скорость работы также великолепная Мультитач Все это работает Все можно смотреть, листать, уменьшать Идем дальше Как наш смартфон работает с форматами различными видео У меня на карте памяти есть несколько демо роликов Давайте попробуем их запустить Записан он в формате Full HD Без каких-либо конвертировок И прочего Запускается и работает Смартфон довольно-таки большой Поэтому уже с таким размером экрана С 5 дюймовым размером Довольно-таки удобно пользоваться Интернетом, браузерами Давайте посмотрим, как ведет себя наш смартфон в опере Вот у нас прогружен наш сайт Довольно много графики на нем Довольно большой он Все странички прогружаются максимально быстро Листать, посмотреть, почитать Все это можно с удобством Вот обновим страницу Также можно и в такой ориентации работать Вот он уже прогрузился Прогрузился странички Можно в гугле что-то вводить То есть на ваш выбор Стандартная опера Стандартный браузер Смысл в том, что процесс работает быстро Страницы прогружают отлично Нет никакого дискомфорта при работе Мультитач работает корректно Что-то приблизить Увеличить Раз-два и готово Далее идем Идем в YouTube Как у нас смартфон работает с YouTube Насколько быстро Насколько корректно Насколько быстро он прогружает Эти все видеоролики Насколько он прогружает страницы Вот эти все Динамик вот этот вот Который у нас сзади Довольно-таки громкий Поэтому дискомфорта не заметите Переходим к современным играм Как я уже говорил раньше Смартфон очень шустрый Очень быстрый Чего только стоит Четырехъядерный процессор МТК 6589 А также гигабайт оперативной памяти Давайте посмотрим Как смартфон справляется Со всеми Новыми Ну не со всеми А с наиболее популярными Современными И тяжелыми играми ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Давайте посмотрим Как снимает наша камера 12,6 Мп и 2 Мп И наша фронтальная камера Фронтальная камера снимает Ну на 2 Мп честных 100% А вот основная камера Вот как она сняла В макросъемке Основные Другие точнее фотографии Примеры видео Как снимает камера В Full HD формате Вы сможете увидеть По ссылкам под данным видео В целом Что мы имеем Смартфон Смартфон новый Четырехъядерный Мощнейший Хорошо оптимизированная Работа под современные игры Стоимость смартфона Около 2000 гривен В наличии в Украине Очень классный дизайн Софт-тач покрытие Спереди Закаленное стекло Экран уровня Ньюмана Н2 Или Фриландера Ай-20 Из минусов Могу сказать О комплекте Не сильно хороший комплект Всего один аккумулятор Нет ни наушников Ни каких-либо других аксессуаров Ни пленочек Ничего А так За сам смартфон Ставлю большой жирный плюс В принципе все Спасибо за внимание До свидания Субтитры создавал DimaTorzok